приветствую всех друзья и гости канала youtube channel max давненько у нас не было видео по карте осик немножко так сказать темп сбавился потихонечку мы начали 22 фирму осваивать ну видео пока по ней не делается потому что в принципе снимать там особо нечего то же самое что и все остальные потихонечку на дефолтных картах там работаем и если что-то будет такое может начнем снимать но пока что продолжаем 19 фирму обозревать карту мою любимую карту осик в основном на ней если играю девятнашку то это именно эта карта наступают у нас наступила ранний осень сентябрь на улице ранний и небольшие дела так появлялись у нас это такое вступительное видео я сделаю и дальше наверно в режиме таймлапса все это будет происходить пока в общем-то сегодня чем мы занялись известь разбрасывали на полях кормили животных потому что тут немножко у них была просадочка у меня появилась небольшая проблемка в плане скажем так навоза так как мы коровок перевели в летнее пастбище малое наше подрастающее поколение они не так много дают навоза и немножко мы просаживаемся теперь в этом плане то есть на пастбище навоза нет он не генерирует твердый навоз а такого коровника который у нас тут находился у нас тоже нету и теперь у нас пошли просадки по навозу и доход степлиц теперь мы не имеем теперь нет у нас такого халявного дохода степлиц поэтому будем как-то выбираться из положения будем что-то придумывать вот так если по работе на полях значит пока наши поля номер 32 и 35 они еще не созрели там соли у нас у нас еще есть подсолнух на шестьдесят третьем поле ну естественно картошка на двадцатом поле и остальные поля которые не мои они поспевают но всеми я ими заниматься не буду вот сейчас поспево кукуруза на трех полях это девятнадцатое поле тридцать девятый тридцать шестое поле я думаю взять контрактиков поработать на контрактах пока свои поля не созреют вот но честно говоря что-то как-то не очень хочется заниматься контрактами и в общем-то хочется побыстрее к своим полям перейти пока что для сева зимнего погоды стоит слишком теплая так что бывали уже случай когда я начинал делать сев ранней осенью и потом в общем-то связи с теплыми температурами ничего не сходило пропадал урожай такое уже было и рисковать я сейчас не хочу поэтому смотрите погода какая у нас средняя температура 22 раз и 19 я думаю что всех мы начнем делать где-то наверно конец сентября начало октября наверно будет посевая под зиму ближе туда уже когда попрохладнее станет вот планах у нас рапса зимы сажать после зерновых и зерновые будем сажать ну все общем как стандартно будем делать ну потихонечку смотреть что-то будет может продаваться что-то будем реализовать из нашего из наших закромов у нас в принципе не так много их учениться у нас много но я хотел себе семенами под заняться семена сделать ячмень у нас идет на корм куром мы и оставляем и нас и свиньям так что продавать его я не думаю рапс но он пока что дешевенький сою мы еще не собрали такие вот дела так если по полям смотреть хотел взять в аренду пятое поле и объединить 4 поле пятое поле такие вот у меня планы были и еще смотрите значит наконец-то у меня почвенный состав заработал 17 поле 21 как вы помните не отображался у нас там азот теперь он отображается потому как я эти два поля все таки скинул я их собственностью убираю потом снова взял и да действительно это помогло все настроилось и теперь все работает как надо благо эти поля у меня были в аренде нет одно поле у меня было куплено по моему 21 и 17 было в аренде я одно продал второй отдал за аренду потом снова их скажем так собственность себе взял по моему не собственности по моему они у меня сейчас надо посмотреть по моему они у меня в аренде до 17 поле аренда и 21 аренда это поля у меня в аренде потому что покупать них не за что всего лишь 300 тысяч вот на этом большом плаце я пока что не знаю что я буду делать возможно какие-то ангарчики поставим наш технику так вот оставлять не очень хорошо зимой техника тут будет нужна для подкормки коров приобрели кстати моя все мимо 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 проходила приобрели мы вот этого вот погрузчика липхера с кашом с предварительной разгрузкой так что-то опять у меня подлагивает малость приобретение да вот погрузчик приобрели и больше вроде ничего не приобретали и пока ничего не продавали того что я хотел продать пока не продавали комбайн у меня стоит вот хотя может быть в этом году уже не будем заниматься ни соломой ни травой все это можно реализовывать но с другой стороны на следующий сезон будет пригодится потому как будем продолжать мы работать на карте и у нас еще вот по контракту я жду когда поспеют вот этих вот два поля тут у нас свекла рядышком с коровником на двух полях мы будем по контракту подрежаться и убирать и технику возьмем в аренду все будем это делать это вот седьмое поле это шестое поле это поле со свеклой потихонечку такие будут у нас дела ну а дальше смотрите оставайтесь с каналом друзья продолжаем дальше трудиться на этой хорошей карте конечно буду ждать когда будет ее полноценной не то что полноценно просто хотя бы когда ее с конвертит 22 ферму потому что это стало самой моей любимой картой фармик симуляторе в играх самый любимый я больше особо ни на каких картах не играют как-то она мне так вот понравилась и в общем-то с нее практически мы не уходим вот все ребята если какие-то будут передвижки будем включаться буду так рассказывать что почем ну а так в основном вот еще буду ждать пока поспеют вот эти поля первое второе помните мы сажали кукурузку семечки мы все это тоже будем убирать на контрактах это может быть единственные будут поля которые по контрактам помимо свеклы ну а так жду поспевание созревания своих полей потихонечку будем включаться в работу так что все оставайтесь с каналом я желаю приятного просмотра и вообще в принципе желаю вам всем всего хорошего всем вам хорошей зимы не холодной такой средненькой чтобы было не холодно и не холодно не очень холодно зима все таки она должна быть зимой со снегом и прочими радостями все друзья погнали тогда все Субтитры сделал DimaTorzok 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 и убираем теперь овес все это будем потом убирать солому здесь отвозить ее на наш коровник так сейчас мы тут запустим так вот кое-что там на ферме нехорошее произошло у коров сейчас покажу что именно смотрите поставили навес для того чтобы у меня была солома она как бы у меня тут есть но не хотят тюки работать пишет пятьдесят четыре тюка убираем два достать подтвердить ничего не происходит еще происходит у нас такое какой-то глюк произошел с модом и то что здесь у меня есть фактически почему-то не хочет выгружаться такая вот беда у нас случилось еще фпс немножко просаживается так что мне пришлось взять по контракту два поля чтобы хотя бы соломы провести мы потихонечку подсев поля готовим подозимую подозимую культуры у нас сейчас идет сентябрь начало сентября возможно мы завтра уже приступим к силу а сегодня пока разделаемся с нашим овсом ну все ребят дальше смотрим овсом Субтитры сделал DimaTorzok 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 работать на карте оси март сезоны. Приближается у нас уборка сои, в скором времени уже будем ее косить, заготавливать и складывать. Ну и сейв начнет с осенней. Так что вам пока всем до свидания, спасибо за просмотр, за поддержку и всего вам хорошего и доброго. И конечно же с наступающим 2022. Пусть у вас в наступающем году все будет лучше, чем было. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон» Симон» 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова